Когда вы в последний раз были в зоопарке? Вечно не хватает времени? А может быть в вашем городе и нет зоопарка? Не волнуйтесь, теперь вы можете создать свой собственный зоопарк. Итак, вы хозяин зоопарка. Каждый ход вы выбираете, какие животных привезти из далеких стран и как их разместить в вольерах. Вольеры с животными привлекают посетителей, а значит приносят деньги, а также победные очки в конце игры. В коробке находится немало очень красивых компонентов высокого качества. Карты зоопарков и их расширение, а также все жетоны и памятки сделаны из плотного картона. Грузовики и монеты сделаны из дерева. В центр стола кладутся грузовики, столько же, сколько участвует игроков. Жетоны детенышей кладутся рядом. Жетоны животных перемешиваются, 15 из них откладываются в сторону и накрываются красным диском. Остальные выкладываются в несколько стопок. Каждый игрок перед началом партии получает зоопарк, 2 монеты и расширение, которое можно будет пристроить к зоопарку в ходе игры. В зоопарке каждого игрока находятся 3 вольера с разной вместительностью, места под киоски и запасник. В каждом раунде игроки по очереди получают право на одно из трех действий. Добавить жетон в грузовик, привезти животных в зоопарк или произвести денежную операцию. Добавление жетонов в грузовик. Игрок выбирает верхний жетон из любой стопки и кладет на пустое место в любой грузовик. Завоз животных в зоопарк. Игрок выбирает один из грузовиков в центре стола, забирает его себе и добавляет животных из грузовика в свой зоопарк. Животные могут быть помещены на свободное место в вольерах. В каждом вольере должны быть однотипные животные. Кроме того, если в вольере оказались роднополые животные, они тут же дают потомство, и вы получаете жетон с детенышем данного вида, который также помещается в вольер. Когда игрок полностью заполняет вольер, он тут же получает сумму, указанную около вольера. Однако, животные никуда не исчезают. В конце игры они принесут победные очки. Вы можете построить киоски со сладостями, специально предназначенных для этого в околках зоопарка. Если у игрока нет свободного места, или он не хочет размещать свои жетоны, он кладет их в запасник. В запаснике может находиться любое количество жетонов. После взятия грузовика, раунд для игрока заканчивается, но остальные участники продолжают действовать. Они могут продолжать открывать жетоны и тратить деньги. Однако, вскоре им придется тоже взять по грузовику. Таким образом, раунд заканчивается, как только все игроки забрали себе по грузовику и разместили жетоны в своем зоопарке. Денежные операции Игрок может потратить свои деньги на одну из возможных операций. Переместить одно животное или киоск. Поменять местами два вида животных. Купить животное у другого игрока. Или купить расширение для своего зоопарка. После того, как все игроки взяли по грузовику и разместили животных и киоски из них в своем зоопарке, пустые грузовики возвращаются в центр стола и начинается новый раунд. Когда все жетоны будут использованы, со стопки, отложенные в начале игры, снимается красный диск и разыгрываются оставшиеся жетоны. Раунд, в котором это произошло, является последним в игре. Итак, в ваш зоопарк приходит посетитель. Что вы готовы им предложить? Каких редких животных и в каком количестве? Вольеры, которые удалось заполнить, приносят больше всего очков. Если в вольере мало животных, то очки за них можно получить, лишь имея рядом киоск. Животные и киоски, оставшиеся в запаснике, приносят штрафные очки. Побеждает игрок самым большим числом очков. Он наиболее удачно разместил своих животных и киоски. Его посетители оказались самыми счастливыми. Игра Zola Retta – несложная семейная стратегия, которая без сомнения понравится всем членам вашей семьи. В ней удачно сочетаются риск и расчет, взаимодействие между игроками, доступность правил и красивое оформление.